Воздух, супер ребят, привет ребятки, привет мои хорошие, еду опять до Санька ремонтировать наушники, как видите, они безжалостно погрызаны нашим маленьким пёсом, ну что делать. Дело в том, ребят, дело в том, что наушники, мне можно сказать, жизненно необходимы, потому что, потому что очень часто сижу на компьютером, монтирую, мне нужен довольно громкий звук, чтобы... нужны наушники, вот, блин, как мог, ребят, опа, как мог, что мог, так, чтобы права не перекидывать из машины, машины, поеду на вот этой тарантаске, опа, опа, до зайца, ребят, до зайца так и не доехал, опять заправил газом, нафиг, оно не сильно вроде прёт, пойдёт, может быть, когда-нибудь, а пока как-то так, пропускает газ только тогда, когда вот этот клапан закручишь, когда он открученный, вроде как не сечёт, ну, посмотрим. Еду на газу, ребят, как взрослый по цене, 26 рублей за литр, халява, ну, по сравнению с бензином. Кстати, кстати, ребят, сиденье всё равно завалено, ну, как бы, кто-то может так и привык ездить, кому-то удобнее, мне что-то не олёт, хотелось бы его, ну, под прямым углом сделать, или крепёж этот, который ранее показывал, надо переваривать, или есть более щадящие методы, о которых я, в принципе, не знаю, надо пошерстить. Погодка, ребят, погодка шепчет, супер, не знаю, градусов, наверное, 15 тепла. Кайф! Теперь, ребят, лишь бы Санёк был на месте, будет счастье. Сколько дней прошло до сих пор. И это явно не вина людей, как хотели преподнести. Так, по-моему, по-моему, косяк. Что-то я машины Санька не вижу. Тут два варианта, ребят, или он будет несколько позже, или он вчера сильно гулял, что сегодня просто без автомобиля. Сейчас посмотрим. Не судьба. Ладно, ребят, у меня тут по месту есть ещё одно дело. Надо и речке купить колечко, колечко, кольцо. Ну, просила, как бы, как тут откажешь. Где-то она мне прям присылала свой характерный размер. Размер 17,5. Магазиной характерного пальца, на котором носят кольцо. Ну, сейчас попробуем выбрать лучшее. Хотя у меня вот этот вкус лучше бы сама выбрала, что ей нравится. А то сейчас возьму. Как правило, у нас вкусовые пристрастия не совпадают. Ещё один вопрос. А будет ли открыт магазин? Он как Санёк. Не вышел, подлец, на работу. И я остался без наушников. Так же, возможно, я останусь сегодня и без кольца. Город, он практически вымер. Никого нет, но движухи нет. Поэтому не мудрено, если магазин будет закрыт. А не, ребят, повезло. Ювелирный центр, 585. Калитка открыта. Всё, ребят, приобретение сделано. Ну, я не знаю, насколько это всё правильно сделано, выбрано. Качественно, насколько и симпатично. Эта коробочка такая. Сейчас в машину сяду, я вам покажу колечко. Соответственно, поделюсь с вами. Покажем, как Иришке преподнесём. Она ещё приболела сегодня. Ей как раз, возможно, полегчает даже. Здоровье воспрянет, вздрогнет. И потянется уже оздоровевшими ручонками к славному доброму колечку. Ну, надеюсь. Попробую Саньку позвонить. Может, он ещё появится. Может, отошёл. Может, отъехал. Слаба надежда, верится с трудом. Привет, Санёк. Сегодня, я так понял, тоже не работаешь, да? Ну, да-да-да. Я по делам тут, ну, как подскакивал. Смотрю, закрыта калитка. Короче, после 12, да? Когда-когда? Я понял. Всё, хорошо, Санёк. Я понял. Так, а ты долго будешь или так заскочил и выскочил и уехал? Понял. После часа, короче, в принципе, можно без звонка, я так понял. Давай-давай. Всё, спасибо, Саша. Давай-давай, удачи. Я думал, ну, если его нет, то уже не будет совсем. Оказывается, после часа он нарисуется, ну, и до вечера подскучим. Видите, кстати, почему наклон? Тут есть какой-то свободный ход. Я не знаю, почему он есть и как от него избавиться. В интернете искал, не нашёл. Если бы вот так сделать, было бы отлично. Но что-то у меня не получилось. Так, ребят, сейчас попробуем показать колечко. Блин, кусок проволоки. Хер я узнаю. Что оно как-то на витрине симпатичнее было. Тут уже как-то не очень. Хер его знает. Сейчас достану. Сделано типа гвоздь загнутый. Я вот этой шляпки гвоздя не видел. Думал просто вот эти камушки-камушки, но вот так согнуто. И огонь. Как гвоздик простой. Блин. Я говорю, что, блин, я что-нибудь, ну, не то куплю. Ну, не знаю, возможно, возможно, понравится. Гвоздь сотка обогнутый вокруг пальца. Ну, я что мог, ребят. Я хер его знает. Пардон, джима. Ой, 17,5. Ну, короче, 2,02. Это, наверное, граммы. Ладно. Вот он, вот он, встречает меня. Касавчик маленький. Касавчик. Вроде на ручник свой попал, на камень, который лежит. Значит, всё хорошо. Ну, если попал, есть. Так, Ира сейчас после смены. Опа, есть. Возможно, сейчас и не получится вручить это ювелирное изделие, исходя из того, что она может просто спать. Но попытаться стоит. Ой, как-то неловко. У меня прям щечки розовеют. Вместо кольца купил погнутый гвоздь. Я тебе говорю, надо было с тобой ехать. Так что там, ладно. Ну, вроде было кольцо, потом его распакал, там гвоздик гнутый. Почему гвоздик гнутый? Ну, как гвоздик сделано. А, ну, такое, это самое, скрученное. Ну, гвоздь, прям шляпка, прям гвоздь. Ну, это хорошо. Прикольно. Я вот этой шляпки не видел, думал, просто, ну, как-то так с двумя этими. Ну, лишь прям гвоздь. Тут камушки есть. Наверное. А что тебе не понравилось? Что гвоздь? Я думаю, ну, шляпка торчит вот эта. Ну, прикольно. Ножко-гвоздик и сделано. Не, я понимаю. Спасибо. Спи. Оп. Есть контакт. Ребят, сейчас решили чайку попить по-быстрому и съесть рождественский немецкий кекс, присланный на мой, Оля, европейский. Ну, не халам-балам. Попробуем, осесенье, там все дела. В разрезе покажем. Все как положено. Ты прям вот так, речь не по-европейски. Дольф, по колечку каждому. Да ну. Ну, а что, смысл меньше, нам не хватит? Почему? Ну, на кружку чай, она как раз по колечку. Класс, я тебе вот так вывяжу прям. Да так и есть, ну, дом, ну, как бублик взял нормально. Да, и есть. Все, конечно, еще чем-то политик другим. Шоколад. Не, не, в смысле другим. Двух цветов, шоколадный. Двухцветный или как он, видишь, как вапки. Не, да, он как-то нагрученный, да. На что не похоже. Ну, вкусно, очень вкусно. Это, ну, по вкусу на кекс не похоже совсем. По вкусовым качествам очень вкусно. Оля, Оля, еще раз большое спасибо. Когда бы мы еще такое попробовали, плюшку, ну, вряд ли. А так теперь знаем, как выглядит вот эта такая штуковина. Так, так, ребят, чайку попили. Силы в руках богатырских ногах поблибавилось. Иришка поднялась. Кольцо животворящее приподняло ее с постели. Ну, если серьезно, то просто решили поехать купить чуть-чуть продуктов. Фарша купить. Возможно, Иришка хотела кабачки купить, пожарить. Вот этот кружулик мне с чесноком. Нужны наушники, Иришки маленькие. И что-то еще. Тапочки, по-моему. Сейчас все покажем. Опа. Ребят, приехали быстро, резко на семерке на скоростном автомобиле. Ну, короче, приехали в центр. Сейчас выберем себе классные наушники. Иришка себе на телефон. А у тебя работает? Да. Вон он, магазин для бедных и нищих. Посмотрим, что есть в ассортименте. И тапочки, да? Ты хотела? Да. Ну, тапочки второе пошло мамы. Да. С него начнем. Ну, это так, знаешь, в виде вреда. Ну, можно как тапочки использовать, если долго носить, как мама, вот эти вот эти носки. Когда они закостят, закостенеют. Ну, да. Которые можно ставить в уголочек. Да, да, да. Ну, что выбрал, ты просто полосатые все, да? Просто полосатые, но эти, что-то как-то, да. Я понял. Со смехом каким. По облачку будешь ходить. Да, да. Ну, вот, смотри, цвет приятный. Такие бежевые. Пятка не висит. Яркие, сочные, нарядные. Создающие хорошее, радостное настроение. Это вот это действительно бабушкины с задниками. У них можно шальто крутить, не вылетит с них. Еще барашки. Малыши. Угу. О! Малышка. Во! Микро-калоши. Для маленьких сельских ребят. Потому что у них такая подошва, знаешь, она это. Рэпная. Через неделю. Не, она не рэпнет, она просто знаешь, ну как вот так сдуется. Да, я понял. Ну, пробует, надо опять же 200 рублей невеликий день. Ну, сейчас там мы продавцы думают, какие твари, вот тут в праздники не сидится. Тут спят, отдыхают, книжки читают, в телефоне им ходят. В одни, в магазине никого нет. Ну, а им все приходится приходить, а вам что-то надо подходить. Не, ну, один раз мы сказали, что не надо. Ну, приложи. Длина. Да вроде. Жоп, ну, этот тут будет висеть. Да не будет тут ничего висеть. У меня молния, молния у меня сломалась на меховом этом костюме. Интересно, сколько стоит такого же. Тысяча рублей. А, это просто кофта. Ну, мне, в принципе, только кофту, наверное, и надо. Ну, да, штамас у тебя достаточно. Да, да, да. Просто она вот теплая с этим. Просто я сейчас выхожу на улицу, кофту накидывается, она не застевывается, пузо продувается. Вот оно, это самое. Да, вот это, по-моему, веселее. Ну, цвет. Она прям такая нарядненькая, тепленькая. Она такая... Она-то лучше, чем костюм. Ну, в смысле, толще, да, толще. Она, по-моему, великовато, нет? Ну, можешь взять меньше, но она просто сядет. Ну, вообще, можно поднять свитер что-то одеть. Андрюш, она просто сядет. Ну, как бы она синтетика, я уверена, что она сядет. Ну, в смысле, по мере, для сравнения. Вот висит вот здесь, вот достань рукой. Вот здесь ледовая. Потому что, по-моему, он сразу, мукова узковатый сразу. Тяжечка, натяжечка. Руку, это надо заворачивать. Да, да. Не, ну так только расстегнутый, если носить. Ну, в принципе, вряд ли застегнутый. Ну, ты знаешь, на вешалке он лучше смотрелся, чем на тебе. Даже не по этой причине. Ну, то есть он как-то вот потерялся. Ребята, в общем, купили мне кофту работать. В курятнике, в козлятнике или наушники. Носочки решила не брать. Фарш, 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 фарш. Надо купить. Ага, все. Купили? До свидания. Пошли в пятерку. Там посмотрим. Ну, там вряд ли будет фарш, конечно. Ну, мясо просто. Давай, чтобы это в радугу съездим, помелим. Катут рядом, посмотрю, Санёк. Здесь нет, муж подъехал, обещал. Херма. В принципе, сейчас 12, почти сказал, после часа будет. Ну, надежда была. Приехали, ребят, хотим в степной маяк зайти. Просто больше нигде, шурупов, блин. Фарша не нашли. Мясо, мясо. Самый главный магазин, где самые вкусняшки, потому что это мясо. Чуть больше не страшно. Куриный это, да? Да, куриный. Ну, он быстрее просто готовится. Стоянный проводит. Да, просто. Ну, пойдет, пойдет. Вот это показывают. Ну, в смысле, оно просто не сильно это снимает. Вот это вот вроде лапки такие. Я понял. Ребят, купили перепелят. Я не знаю, тут, наверное, не видно, но я показывал. Ну, давай я просто достану. Просто одного, ой, по два. По два штучки. Одной маме, другой маме. Они навряд ли такой ели, как голуби. Ну, наверное, их люди едят, наверное, у них что-то есть. Я пробовал когда-то, но даже не помню. Помню, что-то мне, ну, как. Впечатлений, ощущений таких не осталось, что я прям захотел бы еще. Короче, ну, попробуют. Может, им понравится. Будут брать всегда. Да, да, ребят, чуть не забыл сказать. Сейчас едем в радугу или как в светофор. Надо купить еще ящик эклеров. Тот ящик, он как-то рассосался незаметно. Его не стало совсем пусто. Светофор. Сейчас мы, сейчас мы купим эклером. Может, что-то еще купим сразу же на работу, чтобы, ну, больше не ходить ни в пятерочку, никуда. Там бублики, печенюшки какие-то, чтобы мне продержаться два дня. Тоже хотела рвануться, это. Взяла. Да, все-таки. 900 грамм. Я смотрю, тяжеленько, это побольше килограмма. Ну, на осюсение. Холодно. Сеть. Вот это и это дополнительный. Нет, это еда. А форм сухой и 3 килограмма, не 2,5. Да, давай возьмем, наверное. Ну, как минимум, одну надо. Да, да, да. Одну или две. Да, возьми пару, наверное. Или возьми одну. Попробуем. Да, как они будут есть. Оно все одинаковое, все с курочкой. Сына, конечно, смущает, но попробуем. Это вышло, я сейчас был несколько растерян, напуган, приоры нет. Я такой, дых, дых. Что за фигня? А мы же как богатей на двух авто, можем себе позволить. Вот она, наша красавишня. Сейчас Иришкиной маме отдадим микропетухов, маленьких. Что она-то? Что ты, отделяешь? Отделяешь двоих? Я от ваших. Не, я понимаю, смотри, что ты долго не выходишь. Нет, я пока швы и пыльнусь. Ну, понятно. По ВК пыльнусь. Я смотрю, он нас признал, газовичок, видишь, хвосток. Газовичок? Так, что закашляет. Что-то не расценивает нас, как врагов. Нет. Сейчас еще и плюнет в лицо. Нет, нет, он это самое, он приболел. Да, мама говорила, рассказывала. Тихо, тихо, малыш, ты что? Так, через заборки пойдем. Ты одетая? С нами. Молодец. А мы быстро в дом, наверное, и заходить не будем. Да, пойдем. Ничего себе, на улице. Захотела на тебе. На, тут два перепеленных. Ой-ой-ой. А где вы их взяли? Купили. Спасибо. Спасибо, да. Ну, интересно, увидели. Захотелось купить. Не, ну что интересно, вкусные. Или сваришь себе это самое. Так как цыпленок табака на сковородке можно распластать. Спасибо. Да, не за что. Что, пошли? Не за что. Да, я ему давал уже, что-то. Вчера там был. Сейчас, ребят, вторых этих перепелят, а затем на другой маме. И можно будет ехать до Санька. Позвонили, вроде как он скоро должен нарисоваться на рабочем месте. Да, чулныш. Ну, вам птичек. Спасибо. Ну, гадайте, что это такое. Ой-ой, я такая не буду ехать. Так реально. Это терепелки. Ну, это уже не ехать. Прям пополам, как курочку табака на сковородке с чесноком. Или сварить. Так, ребят, приехали до Санька. Санька пока еще нет. Пошли по чебурегу, наверное, купим. Пошли. И как раз время скоротаем. Ребят, вообще, вообще не повезло. И блинная закрытая, я так понял, и рынок закрыт. Но хотели побродить в ожидании Санька. Я так понимаю, бродить будет негде. Не, ну, мы-то будем бродить. Ну, понятно. Ну, вот он ряд всех этих ларьков, и все на замке. Можем ходить на столовой, там могут быть столовые пирожки и беляши. Да ну, из-за этого нафиг. Ну, мы-то рядом уже. Не, я понимаю. Ну, не так оно хотелось, может, просто как-то тут проверенные, при том пирожки, а там, возможно, одно. Пошли за нас, сходим в этот, в фикс прайс, посмотрим бублики, вот эти вкусные, которые, я помню, шва, нацрубли, а на маленькие. Рынок закрыли на засов. Не, ну, собственно, сегодня большой праздник, Андрей. О, открыто, открыто. Эти снегурочки или как? Ну, это такая феечка, видишь, она с крылышками. А декорация ангел написана. Видишь, вот, крылышки. Ну, крылышки, как у оленя рога прям. Мощь. Ну, типа. Момики. Видишь? Снежинка, на них светятся. Гирлянда такая, только, ну, да. Гирлянда такая, ну, очень красивая, ну, красивая бери, ложитая все. И сахарница, и эту тут все. Не, ну, и сахарница. Они разные, смотри, видишь, тут разные эти гирлянда. Видишь, у них рисунок разный. Я помню, ну, тогда я не знаю такие. А какой же интересный. А нормальный, симпатичный. Тут их четыре, а тут три, видишь, как будто ты там ложку оставляешь. Я не помню, не могу ее оставить. Ну, бери ты, да что. Наконец-то, ребят, мы созрели, да сахарница, тут кастрюля, кастрюля, сколько можно. Это Архимед, чек-то нет. Вообще-то нет. Что знакомое лицо. Это не то и не другое. Ну, это просто античная какая-то. Не-не, ну, это ж кто-то. А вот казинаков надо взять. Ой, это хорошо идут. Смотри, штучки. Не смеси, соколад. Да не надо. Нахер не нужны. Я даже не пробовала. Бери больше казинаки. Ну, крекинг же, это значит соленый, наверное. Ну, не сильно соленый, ну, знаешь, прям не солью там. Ну, не сладющий. Одну давай возьмем. Бери. Ну, что там, бутерброда, не бутырил. Пряники, нет? Бери, бери. Вот это хорошие лопки. Хорошие, ее надолго хватает. Надолго хватает, и трет она хорошо. Да, 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 она вакуумированная, ее отрезаешь, и она... Кухончик. Стопка мерная, 15 миллилитров. Вот это интересно. Сахарной пудрой посыпать. Это для муки вообще просеиватель. Да? Да. А я видел сева с сахарной пудрой. Сева может. Шлем. Я не знаю, что это. Это форма для выпечки, наверное. Какая-то странная. Она вот так ставится, или ее вывернуть надо просто? Я, честно говоря, даже не знаю, какие пользоваться. У нее видишь, и одна, и другая сторона. Хрен вы знает, как она делается. Ну, попробуй, выверни, что оно будет. Да не, раз она так стоит, так она должна. Наверное, вот сюда наливать. Какой-то пирожок получается вот такой. А зачем такой борт? Ставить, наверное. Да ну, она не выдержит. А, вот они, видишь, и тут эти. Не, ну тут хотя бы, видишь, 20 штук. Ну, тут больше за упаковку, наверное, не мыть не это самое. Ну, как бы выкинули все. Ну, 80 рублей не так идешь. Да нет, вот, смотри. Ой, тихо, динозавр. Динозавр. Вот тут и боялась, что подошва рыбная. Ну, да. Приятные на вид. Угу, красивенькие такие носочки. Говорит, ну, хотелось бы поменьше вьюгаться. Но мы не имеем такой возможности. Ой, ребят, все, Санек прибыл. Я не знаю, видно, не видно. Но, вон, дверь открыта. Неужели наушники у меня заболакают? Сейчас посмотрим. Да, в принципе, его машина вот стоит. Прям за нашей. Слушай, надо это открывать. Надо открывать, да. Все, пойдем. Сейчас попробуем сделать вот это. Пошли, сейчас придется еще ждать. Может, ну, чтобы сразу припаял, наверное. Да ну, что мы будем ждать. Ну, оставь и как бы... Ну, они-то нужны. Не, ну, нужны, но просто... Да, я думаю, недолго. Привет, Санек. Наконец-то мы тебя поймали. Ой. Ну, у тебя это самое, мы тебе и оставим. Глянь, Садёк, видишь? Вот-вот-вот. Нифига какие. Не, перегрызанное, видишь? Вот-вот-вот. Перегрызанное. Вон, ага. Можно лист полечить? Не, ну, они классно играют. Классно. Ну, факт, что можно ли их сделать. Но они светятся. Ну, да не, ну, мне-то для... Это, для редактирования сил, чтобы не мешать никому. Ну, и просто удобно, что оно в эту... Не знаю. Это мне не мешает. Ну, ты знаешь, это просто возраст. Ну, как бы пульты завернутые, знаешь, ну, как бы в целлофан. Не, ну, пусть ладно. На окнах вот этот, когда пластиковый ставят. На поле пленочка так. На поле пленочку. Ну, как оставили низ там, короче. Кусок просто оставили. Так потом отодрать не получается. Она потом высыхает, да? И он феном нагреваешь и хорошо снимается. Ну, что, Санек, шанс есть? Полечить. Шанс, да, я думаю, да. Прям как настоящий. С респараза пошли вон сюда. Делаем, чтобы он выкатил. Ну, потом сорно-изолентой, я так понимаю, надо будет, да, сделать? Ну, скорее всего, лучше скотчем намотать. Скотч, скотч он жжуще, ты когда несколько мотков аккуратно сделаешь, хер, ты его согнешь. У нас есть две пластиковые эти, прям, это пластик, да, как шину. Можно шинку дождь. Да. Надо бы вообще вначале проверить. Ну, да, да. Да нет, ну, все ровно будет. Да мы уверены, короче, такие слова. Конечно, мы уверены. Ну, ты ж мастер-весельчак, не обыжь. Уэсби есть денег вот, как засветятся. Не засветятся. Они, ты знаешь, еще как красиво сверкают. Да что? Разными цветами. Ну, это не главное. Сейчас посвети. Не, ну, это было определяющим пока. Нет, в смысле, это было определяющим, когда только увидел их. Тихо. Тихо. Как полетели? Сейчас, сейчас. Необычно? Да, я же включаю. Что это, оно все, что ли? А, нет. Нет, нет, звук очень приятный. Ха-ха-ха. Класс, качают реально. Наконец-то, теперь с наушниками. Спасибо, Саня. Что с нас? Да? Ничего не надо. Тану. Ирина, дай, вот 100 рублей. Есть там, а можно? Да, ничего не надо. Блин. Спасибо, еще раз, я бы себе зажала сама. На салатике. Да. Это под шубой, я так понимаю, такое что-то делать? Ну, да, ну, просто, может быть, какую-то риску нарезать, или бутерброды точно так же положить. Ну, да, наушники Иришкину давно она собиралась купить. А ты у тебя купила дешевые, не? Купила, купила, да, может, в фикс-прайсе купить за 59 рублей, да. Купила. Вот эти пироженки вообще огонь идут, за тень улетает пачка, как показала практика. Вот такие губки купили, они с виду тонкие, но они распушаются где-то будет. Ну, покажи, разрежь. Да вот, вот, распушеная. Ну, мы давно покупали, наверное, может. Ее очень надолго хватает. На месяц три штук хватает, и хоть больше, на месяц надо. Ну, да, они труд хорошо, но вот они рассыпаются. Да, они рассыпаются. Казинаки, ну, это на работу сладенькое, кофе купили, ну, и домой, это не кто на работу, тут шесть штук, по-моему, взяли. Наконец-то, ребят, у нас появится сахарница вместо вот этой. Ну, по-моему, лучше смотрится. Оп. Нет, вы знаете, я вам пью чай на пьем. Ну, смотри, мы чай только в пакетах вроде пьем. Это вторые наушники запасные. Дешевле эти 130 рублей, эти 69 или 59? 59? Ну, в два раза дешевле, а смысл, по-моему, тот же самый, только зеленый, а провод даже такой же. Ну, уже купили. Это тоже на работу печеньки подгрызать. Казинака, в принципе, и все. Собачий корм, батарейки, весы. И на этом все, ребят. Парш Иришка будет делать. Кто это? Два маленьких гомика. Бровки у них гробиком. Домик. Маленькие маленькие. Нет, ты сказал, то ты и я. А, ты и я. Ты и я. Ну, брать, ты что поменьше, то ты. Ужас, а почему я с усами из бородой? Ну, это в локоны, видите, вылезли. А, вылезли. Да, из-под шапки. Вот так. Вот так. Вот так.